Друзья, это я, с вами Наталья Сергиева. Здесь мы с Анатолием Тюриным. Сейчас я привстану. Привет, привет. Мы думали, как нам делать. Я решила, что я буду переключать камеру, переднее, заднее, чтобы не вот так сидеть, чтобы было удобно общаться. Напишите, пожалуйста, в чат, как видно меня и слышно. Потому что мы сейчас без наушников, на улице. Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста. Сердечко пошло. Спасибо. Это значит, что нас слышно, да? Люди присоединяются. Всем привет, кто присоединяется. Я Наталья Сергиева. Здесь, на Перископе, я вещаю о духовных практиках. Ой, спасибо за сердечки. Значит, вы слышите. Оксана, привет, присоединилась. Всем привет. Я вещаю на тему личностного роста, на тему отношений, на тему здоровья. И сегодня я приехала в гости к одной удивительной, замечательной семейной паре. И вот с её главой я сейчас хочу побеседовать. Привет, привет. Привет, Казахстан. Мы в Подмосковье находимся. Тут мушки летают. Я иногда отмахиваюсь. Сейчас я буду брать интервью очень интересного человека, Анатолия Тюрина. И у меня мой младший сын занимается с ним. И поскольку я живу с детьми втроём, у меня двое детей, мальчика. Один уже 14 лет, младшему 10. И немножко им не хватает мужского воспитания, то у меня как раз Анатолий Тюрин. Он является тренером для моего младшего сына, который приезжает к нему периодически на занятия. И получает необходимые тренировки, которые прямо для мужской силы. Именно то, что формирует характер мужской. То, что я как женщина не могу дать своему сыну. Анатолий Тюрин как раз это делает. Сейчас я его покажу. Привет. Привет, привет. Анатолий, напиши, пожалуйста, сейчас в чат. Привет, или это я. Для того, чтобы люди могли на тебя подписаться. И, пожалуйста, подписывайтесь на Анатолия страничку. Сейчас он напишет. Привет, Анатолий. Привет. Сейчас я переключусь. Вот, это я пишет Анатолий. Пожалуйста, вот, подписывайтесь на Анатолия. И сейчас мы с ним поговорим о том, чем он занимается. Потому что для меня это очень уважаемый человек, и я просто очень его люблю очень сильно. Это мои любимые и близкие друзья. И Анатолий, так, внимание, переключи. Ой, опять я. Ещё раз всем привет. Меня видно? Тебя видно замечательно. Я буду читать комментарии. Анатолий, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты на Перископ вырегистрировался? Что тебя сподвигло и чем для тебя Перископ интересен, важен? Ну, с Перископом меня познакомила Наталья Сергеева. Она мне рассказала про эту удивительную сеть, что в ней, соответственно, можно делиться своим опытом, знаниями. Всем привет, да. Всем привет. Я не вижу комментарии. Я буду читать комментарии, потому что я их вижу как раз. Да, Толь. То есть, что ты увидел? Плохо слышно, да, всё-таки? Так, давайте сейчас я поближе к Толе села. Скажите, как звук получше стал? Толь, скажи что-нибудь, пожалуйста. Да, всем привет. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, улучшился ли звук. Слышно, не слышно. Ну, давайте тогда так. Вот сердечки пошли. Наверное, нас всё-таки слышно, да? Раз сердечки идут. Я надеюсь, что у нас слышно. Ну, в общем, если будет плохо слышно, тогда напишите, ладно? Мы будем стараться. Я вообще стараюсь громче говорить. А, ну, Толь, тогда ты тоже старайся громче говорить. Хорошо. Хорошо. То есть, Перископ, он чем для тебя важен? Ещё раз повтори, пожалуйста. Ну, Перископ даёт возможность делиться с людьми, с большими массами людей, своими знаниями, опытом. Вот. У меня за мой жизненный путь накопилось достаточно много интересных знаний, которыми я готов поделиться. Хорошо. Здорово. Хорошо, Толя, расскажи тогда, вот ты сейчас сказал про свой жизненный путь, расскажи тогда, пожалуйста, что это для тебя, ну, что это, какой у тебя путь-то, собственно говоря, с чего ты начал в своей жизни? Ну, родился я в очень прекрасном уголке нашей России, на юге, вот, на Северном Кавказе, в городе Нальчике. Там вокруг живописные места, горы, реки, озёра, вот, натуральные продукты, много солнца, ну, в общем, очень хороший живописный район. Я прожил там до окончания школы, также учился в университете в Нальчике, но, к сожалению, я не смог дальше там оставаться, потому что хотелось чего-то большего развиваться. Не увидел там, да, развития, возможности. Да, там тяжело именно проявить себя где-то там, как сказать, ну, и ты куда уехал оттуда? Да, ну, как и многие люди, едут в Москву, в центр, в столицу нашей Родины, вот, потому что здесь есть намного больше возможностей проявить себя, показать. Привет всем, кто присоединяется. Всем привет, меня Анатолий Тюрин. Зовут, да, и берёт интервью Наталья Сергиева. Наталья Сергиева берёт интервью. Я за кадром, скоро вы тоже меня, может, увидите. Да, я надеюсь, меня слышно. Ага. Ну, вроде люди не пишут, что не слышно. Если слышно. Думаю, что слышно. Надеюсь. Хорошо. Так, и что дальше в Москве, как у тебя происходило? В Москве я уже, наверное, больше 10 лет устроился на работу обычным специалистом в одну строительную организацию, занимались поставками на объекты газотранспортной системы. Вот, начиная с обычного специалиста, моя карьера потихонечку шла в гору. И в данный момент я уже работаю в одной организации серьёзной, которая занимает лидирующее место на рынке в России, газовой отрасли. У меня руководящая должность, в принципе, добился хороших результатов в карьере. Ну, так же, думаю, не только в карьере. Ну, не только в карьере, у него ещё чудесная жена. Моя замечательная, красивая, моя любимая жена. Да, я подтверждаю. Ставьте сердечки, кому нравится, что у мужчины есть прекрасная жена. Вижу, сердечки пошли. Я её очень люблю. Ну, я думаю, скоро у нас будет в семье больше. Мы очень-очень надеемся, всё ждём. Хорошо, Толечка, скажи, пожалуйста, чем ты ещё занимаешься? Мы поняли про социальное твоё положение, да, очень стабильное. Ну, скажи, пожалуйста, что ещё ты делаешь в жизни? Какие у тебя интересы? Собственно, по этому поводу мы и собрались здесь сегодня. Ну, да, когда у человека появляется какая-то стабильность в финансовом плане, появляется, ну, не знаю, у всех, не у всех, но, по крайней мере, у меня появилось желание как-то развиваться и расти в духовном плане. Вот, я начал искать направления, которые меня бы заинтересовали, и пришёл к нашей истории, к славянской традиции, к казачьей традиции. Вот, меня эта тема очень сильно зацепила, и стал изучать. Изучать, узнавать, что-то новое для себя открывать, и постепенно, поэтапно, всё новые и новые знания ко мне приходят. Вот, уже много всего осознал, так сказать, прочувствовал, и хочется всем этим начать делиться. С теми, кто также хочет как-то развиваться в духовном плане. Вот, ну, и не только в духовном, конечно, начинается всё с физического развития. Как говорили старики, наше тело – это створожное сознание. Что значит створожное? Это значит сконцентрированное сознание. Первый раз такое слышу. Да, то есть наше физическое тело, все наши мысли, наши какие-то чувства, которые сконцентрированы в нашем теле. Да, сейчас я на себя переключусь, чтобы меня тоже было видно. Я здесь, на самом деле, привет всем, да, ещё раз, кто подключился. Я беру интервью Анатолия Тюрина, просто нам так удобнее, мы переключаем. Я переключаю камеру, чтобы было видно хорошо и лучше слышно. Так, сейчас у меня будет следующий вопрос. А что же ты с этим всем делаешь, Толя? Ну, вот ты начал расти, да, я так поняла, что первые ученики начали... Переключила камеру? Да. Вот, по мере того, как я начинаю что-то новое узнавать, и хочется, соответственно, делиться этими знаниями, приходят ко мне ученики, которые тоже хотят развиваться в данном направлении. Им это интересно. Ну, провожу тренировки по славянской боевой традиции. То есть это, я так поняла, для мужчин, да? То есть мужчинами занимаешься? Ну, конечно, да. Ну и мальчики, да? Тренировки для мужчин, для мальчиков, для подростков. Помимо того, что прорабатываем какие-то физические моменты, соответственно, и в духовном плане идет сильная проработка. Вот очень важно в духе, да, потому что я уже упоминала, что мой сын младший занимается с Анатолием, и я вот каждый раз вижу разницу до и после, что дух укрепляется от тренировки к тренировке. И это на самом деле очень важно. Очень важно. Мужской дух, да? Конечно. В жизни каждого мужчины очень важно найти себя. И внутренний стержень, чтобы был. Конечно. Внутренний стержень. Ну, сила. Сила духа. У наших предков это все было заложено в культуре, в обычаях, традициях. Мужик должен быть мужиком прежде всего. Соответственно, чувствовать себя мужиком. И транслировать это, да, в мир, что он мужик. У него есть сила, и энергия влияния тут очень важна. А энергия влияния, она в первую очередь что дает? Как раз, точнее, что дает энергия влияния? Сила духа. Конечно, энергия влияния дает сила духа непосредственно. Вот. Ну, на своей работе... Да, да. Я этот момент заметил. Когда изначально я был обычным специалистом, соответственно, отношение было ко мне другое. Сейчас уже занимаю руководящую должность, и люди уже совсем по-другому на меня смотрят, реагируют и так далее. То есть эти упражнения помогают тебе и многие влияния увеличиваются? Уверенность в себе, влияние. Ну, самое главное... Самое главное... Ой, извините. Там у нас мушки летают. Комары, мушки. У нас закат. Сейчас я вам, кстати, покажу. Ой, а он уже почти, уже не видно его, но чуть-чуть видно. Такой у нас закат. Сила духа, она помогает добиваться результатов, которые ты себе ставишь. Это очень важно для любого мужчины. А ты хотел показать каких-то парочку упражнений, да? Ну, можно показать несколько простых упражнений. Напишите, пожалуйста, сердечки поставьте, потыкайте по экрану. Кому и хочется, чтобы мы... Чтобы Толя сейчас показал какое-то там простое упражнение. Или какое? Или непростое. Ну, какое-то упражнение. Можно показать простое упражнение, которое может делать каждый. Ну, плюс... Вот, давай так, чтобы у нас была не только просто информация, еще и польза. Какое-то упражнение, которое может делать действительно каждый. Без специального инструктора, который может быть сейчас. Да, конечно. Да? Ура. Давайте покажем. Так, я сейчас встану, чтобы видно было. Так видно? А то солнце у нас садится. Вот, вот так видно. Супер. Самое простое. Только не слышно тебе. Надо прям громко говорить. Слушай, я же на расстоянии. Ага. Очень простое упражнение называется жгонка. Вот. Жгонка. Я слышно? Напишите, пожалуйста, слышно ли. Прямо в чат напишите. Если Толю слышно, меня-то понятно, что слышно. Напишите в чат, пожалуйста, кто слышно. Я сейчас тебе показываю. Да. Это упражнение называется жгонка. Руки расслаблены. А, вот, да? Руки как в плече. Просто расслабляем верхний пояс плечевой. Да, привет всем, кто присоединяется. Движение идет от живота. А, ага. От живота движения идут. Я перевожу, если не слышно. Руки полностью расслаблены. Руки полностью расслаблены. Это нижний уровень. Он показывает упражнение, которое может делать каждый человек для укрепления мужского духа. Называется жгонка. Вообще, это полезное упражнение для всех. А, и для женщин тоже можно. Им, женщинам, тоже можно делать, оказывается. Потом верхний уровень. Средняя жгонка. А чем отличается средняя жгонка от нижней? Вот непонятно. Рука заносится на уровень. А, рука сначала ниже, а потом на уровне плечевого пояса руки идут. И покажи следующий вариант сразу. И верхняя жгонка. А, верхняя еще. Да, вот так. Руки вверх. То есть это упражнение дает силу духа. То есть энергию влияния увеличивает. Правильно? Это упражнение структурирует в организме человека воду. Так, сейчас. Воду в организме человека. Мы тут вдвоем. Всем привет. Всем привет, да. Это так лучше слышно. Упражнение можно делать и утром, и вечером. Даже до работы минут 10-15 уделить этому упражнению. Очень полезное упражнение. Вы сразу почувствуете прилив энергии, жизненных сил. Ну и бодрость. Спасибо, кто ставит сердечки. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Так, Толя, а что бы ты хотел еще показать? Ну, можно показать просто небольшой отрывок работы с нагайкой. Нагайка – это плеть, которая была у казахов. Вау. Звучит так. Она применялась в разных целях. Сейчас я переключаюсь на переднюю камеру, чтобы показать с нагайкой. Видно меня? Так, ну, вот так. Вроде видно. Да, вот так видно. Да, это нагайка. А что дает упражнение с нагайкой? В принципе, когда занимаешься с нагайкой, происходит тоже обращательное движение вокруг оси, подзвоночника. А, давай мы сейчас, ты уже показал коротенько упражнение, да? Давай сейчас просто сядем снова, потому что, мне кажется, я не смогу это все переводить. Хорошо. Потому что плохо слышно издалека. Так, так. Да, Толь, расскажи, пожалуйста, что дает упражнение с нагайкой, для чего оно нужно. Кстати, у меня сын вот вовсю тренируется с нагайкой, и ему очень нравится это. Ну, упражнение с нагайкой, так же, как и с гонкой, вот, структурирует воду в организме, разрабатывает гибкость в человеке, вот, плюс за счет вращения вокруг оси, тело вокруг оси, подзвоночника вращается, получается дополнительная зарядка идет сила, энергии организма. Плюс, когда ты работаешь с нагайкой, ты начинаешь ощущать пространство вокруг себя. Развивает также скорость реакции, потому что можно спокойно себе там зарядить. Для мужчины это важно, да, чтобы быть таким быстрым, юрким, да, чтобы и сила духа была. Просто начинаешь контролировать постранство вокруг себя. Это очень важно. Вот, многие просто живут иногда в какой-то виртуальной реальности, да, не в настоящем моменте, а в каких-то мыслях своих постоянных, вот, и не замечают то, что происходит вокруг. А такие упражнения, как жгонка, работа с нагайкой, ну, еще много разных других упражнений, которые я могу показать, они именно дают возможность человеку жить в настоящем времени, здесь и сейчас. Супер. А расскажи, пожалуйста, как ты вообще с людьми работаешь? Они к тебе приезжают, что ты делаешь? И вообще, у тебя индивидуальные или групповые занятия, что ты делаешь? Ну, у меня есть и индивидуальные занятия, вот, правка на правиле, это тренажер такой славянский. Это древний славянский, да, тренажер? Мы его покажем, да, на видео. А сначала перед правилом, я знаю, что люди в бане идут. Да, очень важный момент перед тренировкой на правиле, либо физическая идет разминка сильная, либо второй вариант – это прогрев в бане. А что ты в бане делаешь? В бане идет очищение тела, духа. В бане это вообще очень такое сакральное место, там происходят необычные процессы. И кот там на фоне у нас, видите? Да, я уже давно занимаюсь, да, и парю людей в бане. Процесс такой необычный, интересный, парение в бане с вениками. Дает много интересных ощущений. Это не обычная баня, да, которая пришел в парилку, с пивком, прогрелся до 90 градусов, выбежал, нырнул в бассейн, пиво и так далее. Нет, это совсем другая баня, это настоящая ростка. Древнеславянская. Русская, да, баня славянская с вениками. Особый метод, да, паркет? Я знаю, что ты обучался специальному парению по древнеславянским технологиям, да, вот как это было раньше у нас предков. Да, есть у меня учитель, который мне показывает важные моменты. Вообще можно этому делу учиться всю жизнь. Ну, да, век живи, век учись, конечно. Да, так же. То есть они у тебя там в бане особым образом распариваются, да? Прогреваются. По древним традициям славянскими. Прогревается человек, потом, соответственно, идет парение вениками, вот, очищение тела и духа. После этого мы начинаем заниматься на нашем тренажере. На тренажере правилы, да? Ну, может быть, покажем тогда? Вот, Оля в доме стоит тренажер. Он такой. Давайте покажем. Давайте. Все, пойдем тогда. Необычный. Я переключаюсь. Меня тоже чуть-чуть показать. Мы идем сейчас в дом. Закат. Не знаю, видно, нет? Ну, как-то там видно закат. Я тоже считаю, что я прекрасна на фоне заката. И сейчас мы идем в дом, и мы сейчас покажем вам, что такое тренажер-провила. Здесь должно быть лучше слышно нас, кстати. Я переключаюсь снова. Вот так. Толя. Толя здесь? Да. Вот он, тренажер. Так он выглядит. Немаленький тренажер. Он, да, на пол комнаты такой прямо. Тут комната очень большая, сразу скажу, да? Есть специальные захваты. О, пишет мне, что я прекрасна, спасибо. Анатолий Тюрем не пишет. Жак. Тут у меня там запародирует. Да. Одеваются такие захваты на руки. Ну, с на ноги. А, ну да. Сейчас же у нас нет никого, кого мы могли бы подвесить. Ну, кстати, в Ютубе, расскажи, у тебя такой же канал есть в Ютубе. Там есть стренировка даже, кстати, с моим сыном, где он там висит. Где можно посмотреть твою группу, даже в Фейсбуке можно. Да, если подписаться на мой аккаунт, можно найти группу в ВКонтакте, в Фейсбуке, группу по правилам, по бане. И там есть, кстати, фотографии, вот как это растягивать на правиле. Там есть видео и фотографии самого процесса растяжки. Ну, вот так, да, подвешивают за руки и за ноги. Подвешивают, человек за руки и за ноги и растягиваются. За счет растяжки происходит улучшение кровообращения. Гибкость, наверное, да. Укрепление сухожилий и связок. Гибкость, ну, гибкость, да. Детям, допустим, полезно тянуться, у них рост увеличивается. И дух, дух, дух тоже. Тренируются, помимо тела. А женщинам? Можно женщинам на этом тренажере заниматься? Ну, если без больших нагрузок, на сидящем режиме, по-моему. То тоже можно. Я знаю, что кто-либо женщин. Спасибо, кто ставит сердечки. Очень спасибо. Мне приятно. Так, что еще? Давай скажем еще что-то. А, Толь, скажи, пожалуйста, о чем ты собираешься здесь на Перископе вещать? На Перископе я собираюсь рассказывать людям про славянские наши традиции, обычаи, про традиции казаков. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, да. Я не знаю, как получится сейчас подписаться или нет. Да, получится, если у нас Анатолий Тюрин еще напишет, что это я. Да, просто мне сейчас на самом деле помогает моя любимая жена. Она с моего аккаунта пишет комментарии. Не обращайте внимания, что я и тут, и там. Да, если Анатолий Тюрин у нас сейчас в сети, супруга, помоги, пожалуйста, напиши. Это я, чтобы люди могли подписаться на Анатолия. Да, и я сейчас... Вот, подписывайтесь, пожалуйста. Вот, это я, пишет Анатолий Тюрин. Да, это я, я и тут, и там. Вот, ну, и у меня сейчас один новый глобальный проект. Вот, я собираюсь сделать проект, уже основал проект, называется «Характерничество». Кто такие казаки-характерники? Пожалуйста. Кратко, кратко расскажу. Да. Казаки-характерники – это такие казаки, которые обладали особыми знаниями о меру устройства, о стихиях, о физическом. Вот, Анатолий Тюрин пишет «Всем радости и счастья». О физических возможностях тела они могли делать такие вещи, которые сейчас могут называться чудесами. Замедлять время, управлять стихиями. Очень интересно. И ты вот об этом собираешься вещать, да, на перископе? Вообще, стать характерником не так-то просто. Это можно посвятить всю жизнь. Ну, всю жизнь, мы уже говорили, век жили, оплачусь. Ну, всегда чему-то, конечно. Поэтому, по мере того, как я буду узнавать какие-то новые знания интересные на эту тему, я буду делиться с людьми. Кому интересно развитие в этом направлении, присоединяйтесь ко мне. Будем вместе развиваться, учиться и, соответственно, добиваться результатов. Ура! Всех благодарю за внимание. А, может быть, у тебя есть еще какое-то пожелание для наших слушателей? А может быть, есть вопросы какие-то ко мне? Да, пишите, пожалуйста, если есть вопросы. И, кстати, кто будет смотреть эту трансляцию в записи, тоже можно ставить сердечки. Ставьте сердечки. Находите меня в перископе. И какой совет ты бы хотел дать? Как ты считаешь, над чем нужно людям, может быть, поработать? Ну, вообще, какой-то совет. Я считаю, что нужно, прежде всего, чтобы что-то изменить вокруг себя, нужно изменить себя. Начинайте всегда с себя. Чтобы укрепить дух, нужно сначала укрепить тело. Такой процесс трудоемкий, но очень важный для любого мужчины. Ну, не только мужчины. Соответственно, добивайтесь своих результатов, поставленных целей. Рад знакомству со всеми. Вот супруг Анатолий пишет, что есть группы в Фейсбуке и ВКонтакте, что можно в профиле найти ссылку на эти страницы и посмотреть там тренировки и информацию, которую Анатолий делится. Да, подписывайтесь на мой канал Перископа. Я буду выходить в сеть, вести какие-то трансляции, делиться с вами новыми знаниями. Спасибо. Спасибо, Анатолий. А я переключаюсь. Объявление к вам. Ну, мы собираемся провести чайную церемонию сегодня. Я помните, вам давно говорила, что я хочу показать вам, но не было такой возможности, потому что не с каждым человеком, с которым пьешь церемонию, есть возможность включить трансляцию, потому что это очень личный опыт у человека. И сегодня как раз, я думаю, что это я наконец сделаю, и вы сможете увидеть в прямом эфире, что такое чайная церемония. И всем спасибо, кто был с нами, и кто слушал записи, и всем любви. Пока! Пока-пока!